Всем поклонникам сериала Deus Ex в целом, а также приключениям Адама Дженсена в частности, наверняка не безинтересно будет узнать о том, что на мобильных платформах уже доступна игра под названием Deus Ex Go, продолжающая серию Lara Croft Go и Hitman Go, заваренную в котле Square Enix. Если вы играли хотя бы во что-то из вышеперечисленного, то освоение Deus Ex Go не вызовет у вас никаких сложностей, потому что игровая механика этих трёх игр является почти идентичной, с минимальными геймплейными отличиями. По факту перед вами приключенческая стелс-головоломка, с каким-никаким сюжетом и широкой вариативностью решения каждой новой задачи. Здесь всё, как и в том же мобильном Hitman'е – задача игрока пройти из пункта А в пункт Б, передвигаясь рельсовым образом по предоставленной колее, вскрываясь, убегая, либо просто ликвидируя охранников, собирая разбросанные по локации всякие полезные штуки и активируя их при необходимости. Ну, а поскольку у нас тут практически самый настоящий киберпанк, то и полезности будут соответствующие. Захотели – стали невидимым и пробежали мимо глазастого стражника. Захотели – взломали компьютерный терминал и расчистили себе путь. Захотели – получили контроль над охранной турелью и расстреляли всех, кто под руку попадётся. В общем, в данном случае мы имеем дело как раз с такой мобильной игрой, которая вроде бы и настольная, но в то же время понравится даже тем, кому настолки кажутся скучными. Square Enix зацепила отличную идею, и будет последовательно реализовывать нечто подобное ещё очень долго. Так что в ближайшем будущем обязательно стоит ждать Final Fantasy GO, но это будет потом, а сейчас, если вы любите игры на портативных устройствах, самое время приобщиться к лучшей мобильной игре последних нескольких недель.